Я Шинсу Дина Вадина. Мы живем в городе Арск, республика Татарстан. Совсем недавно, как оказалось у нас, в июне мы узнали, что на территории Арского района будет строиться межмуниципальный полигон на 8 районов. То есть из 8 районов будут привозить к нам мусор. Она называется мусоросортировочная станция в составе экотехнопарка, плюс еще термообезвреживание. Мы узнали это. Оказывается, есть уже постановление номер 149 от 13 марта 2018 года, где указано, что были слушания с жителями Арска с 2 февраля по 3 марта. Конечно же, жители не знали об этом. Мы даже начали спрашивать у главы Арского района, как так получилось, на что он. Мы спрашивали и официально, как и гражданское лицо. Я просила в госуслуги, спрашивала. И страница Инстаграм. Страница Инстаграм, как оказалось, более эффективной, чем портал госуслуги РТ, потому что там он написал, вы знаете, это не точно, это все слухи, потому что нет финансирования. Значит, из чего следует, что все-таки проект в фланах есть, раз есть тем более постановление, но просто нет денег, и поэтому они ждут. С чем мы не согласны? Конечно, мы не согласны с тем, что это сортировочный объект. Ни о какой переработке там речи не идет, потому что нету на сегодняшний день в Российской Федерации ни гостов, где можно использовать, например, продукты вторичной переработки. Нету пунктов приемов, даже элементарных, что можно сделать, сократить потребление пластика, пакета, принимать пластиковые бутылки, что и мешало до этого. Несколько лет назад, тем более, я делала запрос, пожалуйста, скажите, куда можно сдать батарейки и люминесцентные лампы, на что так из администрации пришел ответ, что, вы знаете, можете сдать в Казани. Конечно же, по прошествии нескольких лет вдруг все озадачились вопросом переработки. Учитывая, что больше 60% денег инвестиций частные, конечно же, речь идет больше о том, что есть люди, у которых есть бабки, есть деньги, и которые решили под шумок наладить, но, конечно же, не переработку. К слову, в 2018 году есть уже такой действующий межмусоросортировочная станция в Йошкар-Оле, так там в 2018 году было собрано, это официальные данные, 36, больше 36 тысяч тонн мусора, из которых всего 900 с лишним, ну пусть это будет 1000 тонн, пошла на переработку. Остальное, конечно же, будет либо захораниваться, ну, в составе и будет оставаться. То же самое грозит и нашему району, если мы будем бездействовать. Поэтому, ну что, мы должны, конечно же, предпринять меры, насколько это возможно, в рамках закона. А администрация Арского района что вам сказала? Администрация, что ничего не точно, все слухи, что финансирования нет. А какие-нибудь уже... А вы знаете, на каком месте будет этот полигон? На полигон, согласно постановлению, есть широта и долгота, и если их ввести Яндекс.Карты, мы получим старо-карлайское сельское поселение, причем нужно отметить, что это родина нашего великого татарского писателя Адулы Тукая. Именно в Карлае он родился, и там будут строить этот полигон. Конечно же, это недопустимо. Это всего 4 километра от Арска. Если по дороге ехать там 5 с копейками, напрямую это будет 3 и 4 километра. То есть, если посмотреть розу ветров, она круглогодичная роза ветров, она, конечно, в процентном соотношении, там по 25. Именно 30% времени дует ветер с северо-запада по отношению к Арску, получается, именно от Карлая в сторону Арска. Да, с мусором нужно что-то делать, да, эта проблема есть, но нужно налаживать прежде всего переработку. Скажите, пожалуйста, там какие-нибудь уже действия предпринимают на этом месте, где собирается строить этот полигон? На этом месте, ну, так как мы даже не можем получить ни планы проекта, потому что нету никаких ни планов, просто есть какое-то мифическое что-то там в будущем, соответственно, мы, конечно, не можем не задать конкретные вопросы ни юристам, ни экологам. А сейчас на этом месте есть действующий полигон. И согласно документам, как раз-таки его хватит как раз на два года до того, как построить тот. Вот прям тютелька в тютельку. А какая обстановка у вас сейчас с мусором? У вас, получается, вот на полигон, да, свозят? На полигон? Нет никакой сортировки. Вот буквально мы разговаривали с администрацией, и он сказал, вы знаете, вот в ближайшее время поставят. И да, действительно, буквально через неделю поставили емкости для пластика. Они, эти емкости стоят уже около двух месяцев, полтора, наверное, полтора-два месяца. Но, конечно же, народ не умеет правильно... Нужно вести работу правильную, потому что любая жидкость или пластик с этикеткой, они, конечно же, уже непригодны для переработки. Конечно же, народ не знает, и нужно правильно сортировать мусор. Для этого нужно сначала его научить. Да, агитации, значит, с жителями Арска вообще не было. Нет, никакой абсолютно. Совершенно никакой. Буквально, вот, видимо, есть такой момент, что в школах расставили посуды для сбора батарейок. Батарейки собрали, экологи. Вот, в общем-то, наверное, всё, что было сделано.